Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы, которая называется Бешалах. И мы сегодня посмотрим на заповедь. В этой главе есть одна заповедь. Это заповедь о субботе, которая говорит, что мы не можем выходить за пределы места, в котором мы живем. Что это означает? Значит, в субботу мы должны отдыхать. Тора говорит отдыхать. И пусть не уходят, не уходят, оба не выходят с места своего. Это не значит, что нельзя выйти из своего дома. Нет. Это означает, что мы не можем далеко путешествовать, далеко выходить из нашего города или поселка, где бы ни жили. Тора говорит о трех километрах, то есть шесть тысяч локтей. Но мудрецы сделали ограду и на сегодняшний день они постановили, что у нас расстояние должно быть две тысячи локтей. Это около одного километра. Из чего это все выводится? Книга Сефер Гахенух нам говорит, что стан у нас был в пустыне. Двенадцать тысяч локтей. Размер стан на двенадцать тысяч локтей, на двенадцать тысяч. Ну, грубо это шесть километров на шесть. Здесь в пустыне, если взять, что человек прошел через весь этот стан, это все нормально. И еще может он пройти, еще может пройти на расстояние еще один километр. Вот так вот. Вот так наши мудрецы постановили. И Тора так и говорит, что будут мудрецы, ваше время, судьи, как они постановят, так и выполняйте. Кроме того, начинают встречаться вопросы, а как же отсчитывать эти две тысячи локтей? А допустим, рядом с городом овраг идет. Как его включать? Пересечь это расстояние, допустим, по воздуху или спуститься вниз, такой размер брать, по земле проводить его. В общем, здесь много вопросов, которые не разбираются на таком маленьком уроке, как у нас. И подобных там есть очень немало разных знаний, которые надо получить отдельно. Допустим, нам нельзя переносить никакие вещи в субботу, если у нас нет специального ограждения, которое называется РУФ. Значит, человек может в своем доме, допустим, в своем квартире, может переносить какие-то вещи. Даже может переставлять какие-то тяжелые, переставить какую-то тяжелую мебель. Если там приходят гости, можешь в субботу переставить местами тяжелую мебель. И нет запрета в субботу переносить тяжелые камни или бревна. Нет в этом запрета. Нельзя в субботу делать какую-то созидательную работу. Вот это мы не можем делать. То есть что-то починить, что-то построить в субботу мы не можем. И есть ограничения. Значит, если у нас есть двор, который подходит как РУФ, тоже это не так просто все, это советуется с Равидом, как правильно организовать этот РУФ, то в своем дворе ты можешь что-то переносить. Если в городе есть РУФ, ты можешь взять с собой молитвенники, допустим, идти на молитву с ними по улице. А если нет, то нет. То мы должны все так сделать, что если, допустим, мы идем в Синагогу, то мы не берем с собой ничего, если нет РУФа. И все мы должны заранее подготовить и заранее все принести. Вот так вот. Это очень непростые законы. Но если ими заниматься, постепенно они становятся на свои места. И если их знаешь, то тогда легко соблюдать субботу. Что касается других глав, то Ниха Сефер Хафинок говорит, допустим, в книге Брешит есть такая заповедь, как «Плодитесь и размножайтесь». Это одна заповедь, она в главе Брешит находится. И есть у нас глава Лех-Леха. Там находится заповедь об обрезании. А в главе, которая называется «Вайшлаг», мы находим заповедь о седалищном нерве. Что мы не можем есть у животного седалищный нерв, жила, которая находится у сустава бедра. И мы не можем просто его взять и есть, его специально удалить. Человек, который умеет это делать, его называется минакер, такая специальность у него. Есть такой специалистный нерв, мы просто не едим эту заднюю часть животного. Вот так вот. Это что касается книги Брешит, всего три заповеди. Что касается книги Шмотто, в прошлой главе, которая называется «Бо», у нас 20 заповедей. То есть у нас 11 запретов и 9 повелений. Всего 20 заповедей. В основном эти заповеди касаются Песоха. Праздник Песох, как нам соблюдать его, и как поступки их животных брать, и как удалять из дома хамец, то есть квасное и так далее. То есть 20 заповедей всего. Уже в книге Шмот заповеди больше об этой, всего одна ту заповедь, это та заповедь, которую мы с вами разбирали. И очень важно, что мы должны были готовиться к субботе заранее. Всевышний нам сказал, что в субботу будет в два раза больше у нас собранного мана. В будние дни Всевышний говорит, не надо его запасаться, сколько собрали и достаточно будет, допустим, амер на человека. Всем достаточно. Но если в субботу мана не будет, то вы должны собрать по два амера мана на человека. И не было недостатка, кто-то собрал мало, у него все равно оказался амер, кто-то много, все равно оказался амер. И оставлять от него до утра нельзя было, потому что он превращался в червей, становился смрадным. То есть надо было выполнять, нельзя было запасаться больше. А вот в пятницу Всевышний сказал собрать в два раза больше мана, мы его собрали. И он не стал смрадным, и не было червей, и все было прекрасно, ему в субботу праздновали. И надо было заранее все из него приготовить, чтобы в субботу мы уже ничего не готовили. Мы не варим в субботу, не жарим, ничего. Эти работы мы не выполняем. В субботу мы просто отдыхаем. Есть законы, как держать горячую пищу в субботу. Эти законы когда-то может будем разбирать отдельно. Нигде не говорится, что в субботу мы должны есть холодное. Нет, наоборот, надо стараться, но для этого нужна специальная подготовка. Есть специальные шабосплаты или другие методы, но это надо спрашивать в первую очередь у своего раввина, как правильно это организовать. Значит, ман мы получали каждое утро, и он был похож на семя кориандра, на вид нежного хрусталя, на вкус как медовый пирог. Мы собирали его, и не было у нас другого хлеба в пустыне. И 40 лет Всевышний нам давал ман, пока мы не пришли уже в страну, которую Всевышний пообещал нам в страну Кнаан. И когда мы получили земли, и получили сады, и виноградники, тогда Всевышний ман убрал. Вот так вот. А на хранение Всевышний сказал Маше, что нужно наполнить один сосуд маном, и оставить его на все поколения, чтобы мы видели, что мы ели в пустыне. Все 40 лет. И так выполнили Маше Агарон, и потом впоследствии он стоял у нас в переносном храме, потом в стационарном храме. В первом храме это все было у нас. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Ида Батьяков, Игорь Бенлев, Берта Батесрейль, Павел Бенфимсов, Иван Герш, памятью Урия Бенхаритон, Мендель Бенмендель, Яков Беннахум, Владир Бенгригорий, за здоровье Светлана Батклара, Шимон Бенецкак, Борис Бенмария, Анна Батривка, Полина Перба, Соня Сура, Лена Батклара, Жили Бат-Ида, Инна Бат-Илена, Анна Бат-Илена, Ефим Бенестер, Двор Бат-Мириам, Моисей Бенева, Ирина Бат-Двора, Йосиф Бенраиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бенберт, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Илена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бенрахель, Шимон Бенмира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Беннина, Ира Бат-Вера, Лен Бенглара, Рафаэль Бенглара, Хана Цепора Бат-Цара, Ида Бенхай Авива, Ефим Бен-Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Гая Бат-Вадим, Масл Барсас Гула, Ирина Батури, Арон Рей Бен-Ури, За хороший дух Арон Рейбин, Двой Радиз Бенна, Хума Вигаль Бат-Цара, Хана Бат-Авраам, Рафаэль Ари-Лэй Бен-Лариса, Прасай Брют, Лагер Бенрая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина, Алексей Бен-Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко, И за всех молимся, кто здесь не стоит в нашем списке, кто просил меня. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Всем Браха, Прасак, Аван, Мазл, то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть скоро закончится эта война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалбом!